Новый спектакль представит Горьков как 80-летие у Приморья. Причем идею для него предложил в Рио губернатора края Андрей Тарасенко. Для финансирования проекта театр примет участие в конкурсе на получение гранта Минкультуры. О чем готовят постановку, расскажет Ольга Сомкина. Художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звенятский берет в руки текст будущего спектакля. Рабочее название «Фрегат». К нему особое отношение. Новая постановка, задуманная Звенятским, продолжит историю его крейсеров. Крейсера – это первая часть трилогии, о которой я сейчас вам впервые говорю. Я об этом никогда не говорил. Это была тайна наша, потому что надо было приготовиться. Крейсера. А еще подумал, есть еще хорошие фрегаты. Третьей частью театрального триптиха станет спектакль «Паллада» по произведению Ивана Гончарова. В основе пьесы «Фрегат» – произведение Бориса Пельника. Это история Владивостока 1922 года. Главная героиня – Светлана – влюбляется в молодого японского офицера. На паруснике она покидает родину и уходит в эмиграцию. Эта история любви многим откроет историю родного города. Вы хотите эту патриотическую интонацию? Я для меня – это ознакомительная история с краем, в котором я живу столько лет, и с людьми, которые населяли ее. Посмотрите, любое имя, любой остров, который здесь, или любое название улицы. Идею поставить такой просветительский спектакль на сцене Горьковки Звенятскому предложил в рио губернатора Андрей Тарасенко. Об этом он доложил министру культуры Владимиру Мединскому. Ожидается, что деньги на проект выделит Минкульт. Эта постановка станет подарком по случаю 80-летия Приморского края. Именно этой премьерой Горьковка откроет свой новый театральный сезон в сентябре. Ольга Сонкина, Александр Кононенко, Панорама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова